Итак, мы с вами дочитали 3 глава, 2 стих. Давайте еще раз этот 2 стих почитаем. Значит, 1 и 2, оба стиха давайте прочитаем. Итак, какое преимущество быть иудеям, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, она и паче в том, что им верено Слово Божие. Мы в прошлый раз с вами говорили, что отрывок из 3 главы, с 1 по 8 стих, это краткое изложение темы о Ветхозаветном домостроительстве, подробно она будет изложена апостолу Павлу чуть позже. Здесь же он просто делает несколько таких намеков, которые должны направить ум читающего человека в нужном направлении. Это будет потом изложено в послании к римлянам, 10-12 главы. Итак, здесь апостол Павел в 2 стихах говорит о том, что, безусловно, несмотря на то, что перед Богом равны и язычники, и иудеи, тем не менее, польза для иудеев и значение иудеев в этом мире велико. И здесь он останавливается, прежде всего, только на одном единственном пункте. Он говорит о том, что иудеям верено Слово Божие. И, видимо, для апостола Павла это означает, что сказано вполне достаточно. Посмотрим, как это место толкают святые отцы, Ферман Запорных, в частности. И это означает, что значение иудеев в этом мире быть неким семенем, хранителями священного писания, которые впоследствии должны быть верены всем народам. И здесь эту мысль подробно апостол Павел не разъясняет, но, по всей видимости, как Феофан Затворник замечает, в частных беседах, видимо, он подробно доводил иудеям, развивал ход этой мысли. Здесь он делает лишь небольшой намек. То есть, если им верено Слово Божие, значит, ветхозаветное домостроительство не вечно, иудейские законы не вечно, а временно. С пришествием Нового Господа Иисуса Христа, с открытием Нового Завета, их значение упраздняется. Почему? Потому что теперь не только иудеи имеют Слово Божие, но и весь мир. Потому что Господь пришел не для одних иудеев, а для всего мира. Поэтому, по всей видимости, в уме иудея, вот это выражение, в том, что им верено Слово Божие, должно было породить эту мысль. Что раз верено, то после того, как это Слово Божие передано остальным, это значение упраздняется. То есть, иудеи именно временно? Временно, да. Именно то, что... Потому что иудеи держались крепко за свои обычаи и до сих пор держатся, ждут Мессию. Но на самом деле Мессия уже пришел, и значение иудеев было велико до пришествия Христа, но теперь оно... Они равны всем народам. И вот в этом Слове Веленов тут есть этот нюанс, что оно именно дано не навсегда, а... Да, да. В конце концов, на хранение как будто. На хранение, понятно. Для последующей передачи. Вот. Еще один затворник по поводу того, что вот, как бы, некоторые слишком краткого изложения мысли апостола Павла делают следующее замечание. По всей видимости, апостол Павел здесь действует так же, как Господь. Вот. В Евангелии от Луки говорится, что когда Господь явился своим ученикам, то он не стал подробно приводить пророчества о себе, а открыл ум к уразумению Писания. Давайте это место прочитаем. Итак, 24 глава, 44-46 стихи. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он длежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз ему к уразумению Писаний. И сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Вот. Так вот, Феофан Затурник говорит, что апостол Павел, вводимый Духом Божиим, поступает по примеру Господа, сказав иудеям, что им верены слова Писания, он не разъясняет подробно, вот, так сказать, что это означает, к чему это приводит, а предоставляет как бы этим словам самим действовать в душах иудеев. Вот. И по всей видимости, те люди из иудеев, которые читали это послание, доходили до этой же мысли. Феофан Затурник говорит, что следующий, третий стих является ответом не, к продолжению не второго стиха, а ответом вот на вот эти помышления, которые должны были возникнуть в умах иудеев. То есть, раз верено Слово Божие, то оно верено не навсегда, а на хранение. Вот. И поэтому в третьем стихе эта тема получает дальнейшее развитие. Вот. То есть, многие иудеи, приняв то мысль, что ветхозаветное демостроительство не вечно, должны прийти к такому заключению. И так закон прекратился, перестал. Поэтому надо, не смущаясь, принять Новый Завет, который возвещается апостолами. Вот. Но мог прийти этим иудеям такой помысл. Но многие ведь и из наших старейших не веруют этой проповеди. Вот. Знатаки Писания не верят этой проповеди. То есть, большинство именно предводителей иудейского народа, первосвященники, фарисеи, не верят в проповеди. Как же так? Истинно ли это проповедь? И вот третий стих является как раз ответом на этот вопрос. Вот. О неверии именно в вождей иудейского народа. Ибо что же? Если некоторые неверные были, неверный стих уничтожит ли верность Божию? Третий стих. Вот. И Феофан Заторний говорит так, что это надо понимать следующим образом. Бог не смотрит на это неверие, на неверие вождей иудейского народа, а делает свое дело. То есть, обитавал Бог, что придет избавитель, он и пришел, и благовестие о нем распространяется по всей вселенной. Вот. Поэтому та мысль, что Ветхий Завет как бы неизменен и вечен, это не Божья вера, а ложная вера предводителей вашего народа. Так как бы говорит апостол Павел. Вот. Вообще, для многих простых людей у этого времени это было очень таким, как бы, ну, серьезным камнем преткновения, что большинство именно вождей, знатоков Писания, вождей народа не верят. Так вот, в этом смысле очень показательно мы с вами читали в книге «Деяния апостольских» седьмая глава речи первомученика Архидеакона Стефана. Вот. Сейчас мы не будем ее перечитывать, потому что достаточно большой отрывок, там 60 стихов, прочитайте сами. Вот. Но общая мысль, главный пункт этой речи Стефан, первомученик Стефан, доказывает, что на протяжении всей истории Израиля очень часто было так, что большинство именно вождей иудейского народа противились воле Божией. Вот. Пророки противодействовали им, но пророки были в меньшинстве. Поэтому то, что и в это время, во время пришествия Спасителя, большинство вождей народа не поверило Спасителю, вовсе не является доказательством их правоты. Потому что в истории часто оказывались правы вот эти единицы, пророки, которые были действительно посланниками Божьи. Вот. И здесь об этом же говорит апостол Павел. Вот. И только один отрывок, как я сказал, мы прочитаем из седьмой главы. Это седьмая глава, 51 стих. Да. И они. Жестоковыны, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вот. Таким образом, сопротивление большинства Израиля проповеди Божией это историческое явление. И поэтому апостол Павел здесь задает вопрос. Ну и что? Если даже сейчас некоторые неверны, неужели, как мы видим из истории, неверность или неверие этих людей уничтожает верность Божию? Неужели то, что и раньше большинство не верило пророкам, отменяет исполнение обетований Божьих? Вот смысл третьего стиха. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах, ты их победишь в суде твоем. Четвертый стих. Вот. Апостол Павел начинает стих с выражения «никак» или в славянском «да не будет». Вот. То есть смысл тот, что он сам отвечает на вопрос предыдущего стиха. Даже странно подумать такое о Боге, что Бог бы оказывался неверен из-за неверности человеческой. Нет. Бог истинен. И все, что обетовал, то и делает. И ничто в мире не может помешать исполнению этих обетований. Вот. И апостол Павел в подтверждение далее говорит, что Бог верен, «всякий человек лжив». Вот это выражение псаломское у апостола Павла часто, у пророка Давида, простите, часто используется это выражение о том, что всякий человек лжив, то есть не верит тому, что обетовал Бог, а Бог всегда истинен. Вот. И в подтверждение этих слов он приводит цитату из всем нам хорошо известного 50-го псалма. Давайте его по переводу судителя Николая прочитаем. Шестой стих. «Но когда оправдишься во слависектах, победишь, и в недосудить идти». Ну вот. В 4-м стихе как раз вот этот отрывок и приведен из 6-го стиха 50-го псалма. К чему здесь апостол Павел приводит вот этот отрывок? Святой Анатолуста объясняет так. «Если рассудить и сравнить, что Бог давал иудеям и как иудеи вели себя перед Богом, то победа всегда останется на стороне Божьей». То есть Бог бы был прав во всем. Бог сделал все с своей стороны, но иудеи не стали от этого лучше. Таким образом, в 3-м и 4-м стихе что хочет апостол Павел сказать? Он говорит о том, что неверие большинства современных иудеев вовсе не отменяет правды того, что Господь есть Мессия, что Господь Иисус Христос есть обетованный Мессия. И это хорошо видно из истории, что часто большинство оказывалось не на стороне истины, но тем не менее обетования Божьи торжествовали. И таким образом, если всякий не будет упорствовать в своем заблуждении, но поставит себя перед судом Божиим, то он увидит, что Бог праведен. И поэтому обетование его исполняется, а человек лжив, поскольку он не тверд в своих мыслях и часто не верит обетованиям Божиим. Вот такой смысл 3-4 стиха. Ну и 4 стих можно немножко иначе объяснить. Апостол Павел прежде говорит о неверии в некоторых, да? Но можно мысль развить таким образом. Ну и что, что некоторые не веруют? Но многие же веруют. Вот таким образом, если они веруют проповеди, стало быть, то, что заключено в Ветхозаветном Писании, действительно говорит о Спасителе, о Господе Иисусе Христе, явно видна проповедь Евангелия во всем мире, Евангелие распространяется. Таким образом, то, что таинственно, пророчески предназначено о Спасителе Иисусе Христе, сейчас на деле исполняется. Вот. И пускай некоторые сейчас остаются неверными, это только здесь. Когда настанет суд Божий, тогда истина Божия восторжествует. Вот. Таким образом, может быть, напоминание о суде соответствует еще и такому ходу мысли апостола Павла. А, победит судец. Помнишь ли, да. Вот. Итак, в четвертом стихе, закончив мысль о том, что неверие некоторых иудеев вовсе не отменяет правды Божией, напротив, правды Божией еще ярче сияет. Вот. С пятого стиха апостол Павел отвечает еще на один, как бы здесь невысказанный вопрос, но который, по всей видимости, возникал в головах иудеев, причем вопрос этого довольно такого изощренного свойства. Вот сейчас давайте прочитаем пятый стих и поговорим об этом. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Вот. Вот это выражение «говорю по человеческому рассуждению» по мысли святых отцов отсылает нас к рассуждениям даже не столько иудеев, сколько греческих схоластиков. греческих софистов, у которых иудеи могли научиться различным тонкостям. И вот апостол Павел здесь от себя как бы пересказывает вот этот невысказанный вопрос. В чем состоит этот вопрос? Прежде апостол Павел сказал, как мы заметили, что неверие иудеев вовсе не отменяет славы Божьей. Господь верен в своих словах. Так вот, если, как мог возникнуть такой вопрос, если наше неверие, наша неправда, тем не менее, не отменяет правду Божию, как бы наиболее возвеличивает, то за что же тогда Господь на нас гневается? Не справедлив ли его гнев? То есть, если наше неверие еще ярче прославляет верность Божию, то нас не за что наказывать. Мы как бы содействуем Богу в его славе, тем, что мы не верим. То есть, вот такая могла возникнуть мысль. Апостол Павел здесь в пятом стихе пересказывал. Ну, видимо, она и была. Видимо, да. И, видимо, научились иудеи как раз у греков. Особенно, потому что в Каринфе была знаменитая синагога, там были известные софисты. Так что, по всей видимости, Иофан Затурник говорит, что да, видимо, среди иудеев, особенно коринфских, такой ход мысли мог быть. То есть, апостол Павел могли возражать таким образом, потому что послание кремлина, он как бы подытожил. То есть, послание кремлина, мы как бы такой вот сжатый конспект Дендукая. Он это излагает. Да, и для римских жителей, и для евреев, неважно. То есть, кто там жил. Поэтому, видимо, люди, которые получили это послание, должны были его на подобных нашим занятиях истолковывать. То есть, это вот такой вот текст краткий, конспективный. Но, в частных беседах, как Иофан Затурник он отмечает, видимо, неоднократно апостол Павел эти мысли подробно ученикам развивал. Поэтому, здесь он не стал писать об этом подробно, а кратко. Потому что, как бы, вот эти возражения. Возражать можно таким, таким, таким образом. Никак, иначе, как Богу судить мир? Шестой стих. И так апостол Павел отвечает на этот вопрос. Не будет ли несправедлив Бог, осуждая нас за наши неверия? Если мы своим неверием еще ярче делаем праведность Божию. Вот апостол Павел отвечает, никак. Такой ход мысли в принципе неверен. Потому что, на самом деле, неужели мы имели в себе то намерение, чтобы неправдой Божией прославить правду Божию? Не неправдой своей прославить правду Божию? Нет. Как говорит, вот, Иофан Затурник так пишет. Нет, неправда наша существенная есть неправда. И мы, предаваясь неправости, думать не думали, что через то проявится правда Божия. Да и странно было бы так думать. Мы только своему удрованию следовали, свою волю творили. Действительно, совершая зло или совершая какие-то неправедные поступки, я думаю, что ни один человек не имеет в своем уме такого помышления, что чем хуже я сделаю, тем больше будет сиять правды Божия. Но это уже какая-то патология. Вот. И апостол Павел и сказал в пятом стихе, говорю по человеческому рассуждению. То есть, мне бы и в голову не пришло приводить такой довод. Но вот есть люди, которые этот довод приводят, поэтому я на него отвечаю. Никак. И здесь, в шестом стихе, он отсылает к всеобщему распространенному среди иудеев, среди язычников верованию, в том, что Бог праведен, что суд Божий это единственный справедливый суд в этом мире. Вот. И сейчас об этом еще поподробнее. Ну, в общем-то, в принципе, это абсурдно. Абсурдно, да, да. Ну, и напомню, что вообще цель апостола Павла разрушить уверенность иудеев в собственной правоте, в собственной исключительности. И вот здесь даже самые абсурдные доводы апостол Павел разбивает. Вот. Что же он говорит? Иначе, как Богу судить мир? Вот. Он отсылает ко всеобщему верованию в справедливое суда Божие. Вот. Если всеми народами, без исключения, Бог исповедуется как судья Вселенной, как единственный, истинный, правосудный человек, как истинный и единственный правосудный судья. Если в этом мире судьи часто лгут, то суд Божий неумытен. То есть, суд Божий нельзя купить, его нельзя подкупить. Вот. Он беспредельно правосуден. Если же он правосуден, то как можно видеть в нем какую-либо неправду в том, что он будет осуждать нас за наше неверие, вот, за нашу неправду? Вот. Никоим образом так помыслить нельзя. То есть, осуждение будет праведным. Вот. Почему апостол Павел об этом останавливается? Как бы не был абсурден этот довод о том, что наша неправда прославляет правду Божию, тем не менее, в умах иудеев он мог поколебать как бы мысль о том, что их Бог будет судить. То есть, эта мысль могла несколько успокаивать их. Вот. Отталкивать от Евангелия, от исповедания того, что Бог будет судить весь мир их в том числе. И вот апостол Павел останавливается даже на этом абсурднейшем доводе и разбивает его. Вот. Ну и в следующих 6-7-8 стихах апостол Павел еще раз более подробно этот же вопрос отвечает, но это мы будем с вами читать в следующий раз.